Днепровские корреспонденты В репертуаре военного оркестра не только традиционные марши, а джаз и рок-н-ролл. Войнская служба для профессиональных музыкантов – вторая профессия. Их знания не ограничиваются лишь нотами и музыкальными терминами. Не менее важна выправка. Артем Муха перед тем, как выйти на плац, с самым большим и тяжелым инструментом в оркестре – тубой, по привычке до блеска, начищает обувь. В армии это очень важно. Форма одежды. Чистым, опятным, положенным. Саксофонистка Ольга Цехмистра сейчас единственная девушка в оркестре. Рассказывает, коллектив дружный, а главное – очень заботливый. Мне все помогают, защищают. Я бы даже сказала, решают мои проблемы. Саксофон, что-то сломалось, что-то не так. Сразу мне помогают. Репетиции проводят на плацу. Музыканты отрабатывают постановки в движении. Называют это дефиле. Это так званый окремный жанр военной музыки. Дефиле – это отдельный жанр военной музыки. Я бы сказал, самый яркий. Потому что музыканты показывают свое мастерство еще и в движении. Это очень интересно и захватывающе. На Донбассе в зоне боевых действий военный оркестр подбадривает украинских воинов музыкой. Мы поднимаем боевой дух нашим воинам. Также даем концерты для местного населения Донецкой и Луганской областей. В этом году оркестр отметил 20-летие. Музыканты репетируют каждый день. Говорят, всегда нужно быть в тонусе. Поэтому продумывают новые аранжировки известных композиций и усложняют постановки дефиле. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, Днепро, ЮАИ-ТВ. Музыканты репетируют каждый день.